При оцифровке рукописи в Дагестане специалисты Института истории, археологии и этнографии обнаружили древний манускрипт. Евангелие на грузинском языке было создано в VI веке. Саркар Магомед продолжит. Вот здесь арабский текст, а вот здесь между ними вот он, ведь неется грузинское письмо. О том, что вместо одного старинного манускрипта востоковеды получат сразу два, здесь, конечно, не думать. Обычный потрёпанный томик не самый примечательный из тысяч других редких экземпляров, но под текстом арабских суфийских учений века XI учёные обнаружили более древние, еле заметные письмена. Обычно мы датируем по бумаге, по качеству характеристики бумаги и по почерку. И тут я обращаю внимание, что эта бумага не похожа ни на тук, с которой я сталкивался уже в течение последних 20 лет. Она другого структуры. Это потом востоковеду Шамилю Шихалиеву стало известно, что в его руках оказался полимпсест. Вид рукописи на пергаменте, когда один текст счищали, а поверх наносили новый. Меры в старину вынуждены. Хороший материал для письма был дефицитом. Находка уникальная сама по себе, ведь это первая подобная рукопись, найденная в Дагестане, но ценной она оказалась и для соседней Грузии. Непонятые арабистами письмена оказались Евангелием, записанным на Асамтавруле, древнейшем виде грузинского письма, которое вышло из обращения около тысячи лет назад. Труд, который теперь относят к VI веку, займет свое место в списке других грузинских памятников культуры, подобно этому храму в горах Дагестана. У нас были подтверждения о тесных контактах народов Дагестана с народами Закавказья. В частности, об этом свидетельствуют эпиграфические памятники, об этом свидетельствуют археологический материал. И вот данная находка, данная рукопись, написанная на грузинском языке, еще более подтверждает эти наши предположения. Эта тайна, возможно, так и осталась бы не раскрытой, если бы не масштабная работа по оцифровке всех рукописей. Известно, что книга под порядковым номером 1012 была привезена в советские годы из лакского селения Убра. К восстановлению ее подлинной истории подключились и грузинские специалисты, уже посетившие Дагестан. Рукопись, к слову, уже оцифрована дагестанскими специалистами и в будущем будет доступна всем желающим на специальном интернет-портале, базе данных. Как и, впрочем, тысячи других уникальных манускриптов. Саркар Магомедов, Сарих Салихов, Абдулла Магомедов, Вести, Дагестан.